Вес до 65 килограмм. Самый конкурентный дивизион в вольной борьбе России. Эта категория полна именитыми спортсменами. Среди них призеры Олимпиады, чемпионы мира и Европы. Все они собрались в борьбе за золото на прошедшем чемпионате страны в Тыве. Но что-то пошло не так, а точнее кто-то. Городской пляж Махачкалы. На часах 6 утра. Здесь каждый день собираются любители спорта и физкультуры. Среди них в борцовской группе скромно занимается Ибрагим Ибрагимов. С первого взгляда и не скажешь, что совсем недавно этот человек произвел настоящий фурор на чемпионате страны. 21-летний спортсмен из Каспийска стал открытием этого сезона. Темная лошадка борцовского мира. Он бы мог выступать на молодежных турнирах еще на протяжении двух лет. Но решил поддаться на взрослый чемпионат. И не прогадал. В тяжелых схватках он занял первое место. А лидеры дивизиона на пьедестал не взошли. Самые ответственные, так скажем, это отборочные соревнования, где борются все первые номера, все сильнейшие. И поэтому приходилось просто настраиваться. Я выходил, настраивался, бороться до последней секунды. И настрой был только выигрывать схватки. И все. Проходит меня, и никто не верил. Думали, что я молодой, там где-то, может, буду призером. Но я знал, что я могу выиграть. Верил в свои силы. Новоиспеченный чемпион как никогда заряжен и мотивирован. Отдыхать времени нет. Победа над акулами своей весовой категории его ни в коем случае не расслабляет. Наоборот, придает сил. Теперь на Ибрагимова, как на лидера, настраиваются все спортсмены. Мне старшие братья тоже говорят, который сам через это прошел с уровнем Раду. Он мне сразу же звонит, говорит, стать легче, но держаться на этом будет тяжело. Поэтому надо работать двойней больше еще, чем ты работал, чтобы держаться на этом уровне. А чуть отпуск, месяц, два не хотел взять после чего? Нет, такого не бывает у нас. Если уже неделю отдохнуть, неделю не говоря, два-три дня отдохнуть, у тебя уже откат. И поэтому приходится только набирать и набирать. Распорядок дня чемпионский. За утренней тренировкой прием пищи, восстановительный сон, вечером опять в зал. День схваток в школе имени Гамиды Гамидова. Здесь тоже есть с кем побороться. Основной спарринг-партнер Ибрагимова, чемпион мира, но по молодежи Рамазан Багаудинов, признает. Победа в Кызыле сделала Ибрагима еще сильнее. Наоборот, сильнее стало, очень сильно. Чувствую уверенность такой. В положении вообще хорошо будет сейчас. Наоборот, сильнее. То есть, эта победа придала ему больше уверенности? Конечно. Веренно чувствую, очень сильно. Усердный труд и преданность спорту. Залогом успеха Ибрагима наставники считают его высокую работоспособность. Вот уже 11 лет он живет борьбой. Пять из них провел под руководством тренера Анвара Магомедгаджиева. Прямо скажу, очень старательный, самостоятельный человек, который знает, чего хочет добиться. И даже иногда надо останавливать, как бы сказать, немножко сбавь, успокойся, немножко отдохни. Я рад за него, что именно его труд, не столько там суперталант, а именно труд, который он вложил в эту борьбу, в эту подготовку, она оправдалась. Следующая цель Ибрагимова – чемпионат мира. Однако, участие наших вольников там пока под большим вопросом. А пока сборы в составе национальной команды и первая проверка сил. Меньше месяца до Спартакеады в Казани. Там молодому борцу предстоит подтвердить свой статус. Карим Данив, Магомед Магомедов, Нурмагомед Магомедов. Новости ННТ, Махачкала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова